МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом мы говорим сегодня с депутатом Сената Парламента Бурганом Айтимовой. Добро пожаловать в нашу студию Бурганом Саридовым. Ну и, конечно же, я думаю, что многие наши телезрители догадались, что пригласил я вас сюда далеко не случайно, больше, наверное, не сколько как депутата Сената Парламента, сколько как постоянного и полномочного представителя Республики Казахстан в организации объединенных наций. Как раз-таки в 2010 году вы там выполняли нашу миссию, и как раз-таки в то время была подана заявка на непостоянный член Совбеза ООН. Скажите, пожалуйста, почему так долго? То есть 2010 год и сейчас, казалось бы, 2016 середина. Ну, есть страны, которые сегодня уже заявились, оформили заявку на избрание непостоянной члены Совета Безопасности на 20-е годы, 22-е годы, 25-е. То есть есть неформальный список, и он каждый год ведется, и как страна заявляет, и в этом списке сразу появляется страна уже с годами, когда эта страна претендует быть избрана на непостоянные члены Совета Безопасности. Это не имеет значения, за сколько лет ты вперед заявился. Главное, кто твой соперник, кто твой контрпартнер, и как ты будешь проводить выборную кампанию. Но за эти-то годы, за 6 лет, наверняка следили за развитием Казахстана во всех ее сферах. Без сомнения. Вообще надо сказать, что за 25 лет нашей независимости, вот с момента отказа от статуса ядерной державы, вот с этого момента Казахстан последовательно и очень ответственно проводил всю свою внешнюю политику, в части высказывания своей позиции, в части своих предложений, как на профилактику или не распространение ядерного оружия, так и запрещение ядерных взрывов. Поэтому и принята была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 29 августа. Это международный день без ядерных испытаний. Это как бы один шаг по инициативе нашей республики. В результате нашего президента, причем это было озвучено на Генеральной Ассамблее ООН. Более того, мы потом внесли, Казахстан внес декларацию о мире без ядерного оружия вообще. Хотя это декларация, к этому надо долго двигаться, но тем не менее это последовательность нашей страны. Более того, мы внесли предложение и с МАГАТЭ подписали соглашение о том, что Казахстан является банком низко обогащенного урана для гражданских целей. Для чего это нужно было, да? Интересно бы знать. Это делается для того, чтобы другие государства не пытались обогащать уран, прикрываясь гражданскими целями или научными, или медицинскими целями, и начинали бы у себя делать этот уран, создавать уран. Чтобы они не тратили деньги, самое главное, это не распространение ядерного оружия. Казахстан опять-таки сделал свою контрибуцию. Поэтому Казахстан становится за этот период времени лидером, таким авангардным лидером именно в вопросах нераспространения и мира без ядерного оружия. Более того, я скажу, если взять из 193 государств, членов ООН, то Казахстан все эти годы входил в первую тридцатку государств, членов ООН, кто стоит за действительно мир без воин и без ядерного оружия. Вернемся к Совету безопасности. Скажите, пожалуйста, вот Совет безопасности, это есть определенный такой орган при организации ООН, да? Генеральная ассамблея. Вот где принципиальное различие, да? Значит, смотрите, все 193 признанных в мире государств являются членами ООН и имеют право голоса и все функции, и все, что могут дать эта организация, как участнику Генеральной ассамблея, всем государствам мира. Вот 193, в том числе и Казахстан. А Совет безопасности, вот 5-5 государств? А в Совете безопасности, это один из органов, вот Генеральная ассамблея, это самый главный орган считается, да? Потому что это демократическая трибуна для всех государств, каждый имеет право одного голоса, какая бы страна ни была. Совет безопасности, он является одним из шести органов, постоянных органов Генеральной Организации Объединенных Наций, и этот Совет безопасности всего имеет 5 постоянных членов, но это после Великой Отечественной войны, понятно, чтобы не давать и не иметь больше войн такого масштаба, поэтому была создана Организация Объединенных Наций и Совет безопасности. Так 5 членов постоянных, это Соединенные Штаты Америки, это Россия, Китай, Великобритания и Франция, те победители той войны, и на базе этой создан вот этот Совет безопасности. Совет безопасности имеет исключительную обязанность и обязательство в соблюдении и сохранении мира и безопасности на всей планете. Более того, сначала было не такое количество непостоянных членов, Совет безопасности расширялся, и уже несколько десятков лет членами Совета безопасности на непостоянной основе уже 10 членов дополнительно к тем 5 постоянным членам. И вот теперь здесь вопрос, непостоянный член и постоянный член Совета безопасности. Какие имеют права, возможности? Значит, у всех одинаковое, опять-таки, право одного голоса, и у Соединенных Штатов Америки, и будет у Казахстана, или у других малых, или у других развивающихся непостоянных членов. Разница только в том, что постоянные члены Совета безопасности имеют право вето наложить запрет на любой документ, который исходит... Это постоянные члены? Так, они постоянные. Они постоянные, мы голосуем, мы участвуем в подготовке резолюции Совета безопасности, обсуждения, вносим повестку дня, выдвигаем какие-то инициативы. Но принять, скажем, определенные решения без нас они уже, скажем, не смогут. Не, не смогут, конечно, мы все должны голосовать. Казахстан в 2017-2018 году, в эти два года, за каждую резолюцию, за каждое решение Совета безопасности, в том числе, разные формы есть, брифинги, открытые дискуссии. Вот когда идут открытые дискуссии, тогда все государства имеют право, имеют возможность заранее заявиться и выступать, и высказывать свою точку зрения. Но голосовать имеют право только 15 членов Совета безопасности. Скажите, пожалуйста, вот помимо, конечно, я понимаю, что это огромный прорыв нашей страны, как бы и в политической, и в дипломатической, да, это показывает авторитет нашего государства за недолгие, по большому счету, 25 лет, да. Помимо вот странового бренда, практическое применение, практическая польза для нашей страны есть от непостоянного членства в СССР? Безусловно. Как мы все знаем, Казахстан является неотъемлемой частью мирового сообщества. Все, что происходит на планете, это касается нашей страны, это касается нашей безопасности, это касается нашего мира в нашей стране. Поэтому Казахстан обязан и отвечает, как ответственный член мирового сообщества, за то, что происходит в мире. Поэтому наше участие, наш голос очень важен для нас самих, потому что мы там должны решать вопросы не только для других государств полезные, прежде всего, наши интересы мы должны защищать. Более того, у нас, мы уже имеем хороший опыт работы межэтнических, межконфессиональных и ассамблей народа Казахстана. Это все новые формы, которые Казахстан в силу своей исторической и развивающей процессе сам создал для того, чтобы сохранить мир, безопасность и устойчивое развитие государства. И вполне возможно, что за эти два года членства Совбезии мы можем применить, скажем, этот опыт уже в отношении, в разрешении конфликтов на других конфликтах. Я думаю, что в 138 голосах, которые отдали, поддерживая Казахстан, именно в Совет Безопасности, именно этот наш эксперимент, лучшая практика, опыт, все это учитывалось обязательно членами государства. Ведь право, за кого голосовать, решают столицы, решают главы государств. Поэтому считайте, что 138 государств согласны с политикой и предложениями Казахстана. Как дальше всю планету нашу и все глобальные вопросы решать? Мы же не просто заявляем инициативу, мы же конкретно на тейбл, на стол выкладываем наши предложения. Пожалуйста, последний манифест 21 век, мир. И что вы думаете? Конечно, это стало достоянием, поскольку это официальный документ Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея, это стало достоянием всех государств. Перед нашей с вами встречей я санонсировал, сказал о том, что сегодня у нас в гостях будет как раз таки Бурганом Сариевной. И многие задаются вопросом, вот насколько это будет затратно для нашей страны? Ведь это наверняка еще и несет за собой какие-то многомиллионные, если не многомиллиардные затраты. Я бы так не сказала. Поскольку рабочей единицей или рабочим инструментом нашего участия в Организации Объединенных Наций, прежде всего в Совете Безопасности, продолжает оставаться наше постоянное представительство. Наша миссия в Нью-Йорке, миссия при Организации Объединенных Наций. И постоянный представитель, он ежедневно будет принимать участие, работать со своим стафом, то есть со своими сотрудниками. Единственное, что, конечно, Министерство иностранных дел, понимая меру ответственности, он немножко увеличит количество дипломатов, которые будут работать именно на вопросы Совета Безопасности. На это, безусловно, потому что Казахстан, как член Совета Безопасности, должен работать с каждым проектом, резолюцией или документом. Но, помимо, скажем, своих обычных членских взносов, он там не будет. Никаких дополнительных расходов не предусматривается. Но мы же приняли решение о миротворческих операциях, об участии в поддержании мира и безопасности в наших миротворческих силах Организации Объединенных Наций. Конечно, мы там будем участвовать, и мы, как и планировали, это сделать. Но это не понесет экстра каких-то расходов на участие в Совете Безопасности. Более того, есть бюджет Организации Объединенных Наций, естественно, Совета Безопасности. Он достаточен для того, чтобы даже наши делегации могут выезжать в какие-то регионы, работать в определенных комитетах. Например, Контртеррористический комитет Совета Безопасности, наша делегация может ездить в другие страны или в горячие точки и тоже участвовать в разрешении этих конфликтов или в нахождении в поиске решения вопросов. То есть, не сколько в политических, дипломатических, но и непосредственно уже в практическом применении, скажем, есть миротворческие. Для нас это опыт, на самом деле. Во-первых, это огромное признание Казахстана как глобального актора, как глобального игрока. Во-вторых, это говорит о том, что все, что мы делаем для соблюдения мира, безопасности, экономического развития, стабильности, не только в нашей стране, но и то, что Казахстан не имеет, не только регион, мы не имеем врагов в мире. Это все говорит о признании тех усилий, которые мы, казахстанский народ, во главе с президентом Наршултаном Назарбаевым проводим для того, что для будущей нашей страны, для будущего поколения. Поэтому один раз, даже в десятки лет или в 20 лет, мы будем принимать участие как действительные члены Совета Безопасности, и мы там можем внести наше видение, наши предложения и более того, защитить наши национальные интересы. Это со всех сторон абсолютный, жизненно важный опыт работы для будущего нашей страны. И взгляд на нас, на Казахстан, как член организации Объединенных Наций, несомненно, поменяется, да, у всех? Безусловно, мы заработаем такой имидж, как серьезного и рассудительного, прогрессивного и умеющего не только понимать процессы, которые в мире происходят, но еще и предлагаем, как их решать. Именно с точки зрения нашего внутреннего подхода, с точки зрения нашего лучшего опыта, который накоплен, который у нас есть в нашей стране. Смотрите, чтобы, и самое главное, это хорошая платформа для поиска примирительных решений. Большое спасибо вам, Барган, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Вот, к сожалению, время, отведенное нам с вами на этот разговор. Мы только начали говорить. Да, этот разговор уже истекло, но время на то оно и время, но я думаю, что это хороший для нас с вами повод для того, чтобы можно было встретиться еще и поговорить. И, может быть, уже информационным поводом для нашей встречи послужит как раз-таки то, что какая-то определенная санкция, или, может быть, то, что было принято именно по решению и по конкретному вопросу, который был от нашей страны. Большое спасибо и с победой вас, с победой нас, наверное. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы была Баргана Майтимова, депутат Сената Парламента нашей Республики.